Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гораська», смотрите это видео. Это история об одном городовом и пьянице. Написал рассказ Андреев в 1898 году. В издательстве журнала автора попросили написать пасхальный рассказ. Вот Андреев и написал. Считал его средненьким. Каково же было его удивление, когда рассказ многим очень понравился. Итак, «Баргамот» было прозвищем Ивана Бергамотова. Он был обычным городовым, то есть типа патрульного. Прозвище «Баргамот» получил от жителей Пушкарной улицы, на которой он сам жил. Городовой был высоким, толстым, сильным. Он мог бы добиться гораздо высшей должности. Но ему был облом. Его всё устраивало. На Пушкарной улице постоянно были проблемы. Жители дрались, выясняли отношения, бухали. Баргамот их успокаивал, благо был сильным. Жил в маленькой хибарке с женой Марьей и двумя детишками. Как-то вечером Баргамот стоял на своём посту. Настроение у него было не очень. Завтра Пасха, а ему до трёх ночи нужно стоять на посту. К тому же есть хотелось. Он видел обычных, разодетых людей и уже понимал, что вскоре всю эту красивую одежду разорвут в кабаках в пьяных драках. И представлял, сколько ему завтра предстоит работы с этими пьянчугами. Когда улица опустела, стало совсем грустно. Но зато скоро домой. А там еда, куличи, яйца. И всю эту идиллию нарушил Гораська. Он шёл, петляя, пьяный вдрызг. «Боже, когда он успел?» – подумал Баргамот. Гораська дошёл до фонаря и обнял его родимого. «Куда ты, не уходи, останься!» – говорил Гораська фонарю. Этот Гораська в печёнках сидел у Баргамота. Он был скандалистом, постоянно с ним были проблемы. Его и били, но даже это не помогало. Чем Гораська зарабатывал на жизнь, никто не знал. Трезвым его никто никогда не видел. Ночевал он по огородам, на берегу, под кустами, в общем, где придётся. На зиму куда-то исчезал. Весной снова появлялся. Думали, что он воровал, но доказать не могли. Гораська был в отрепьях, грязный, с красным носом, лицо в синяках и царапинах. Увидел Баргамота. – О, Баргамотыч, как жизнь? – В участок хочешь? – А не за что? – Быкуешь? Ну ладно. Баргамот схватил Гораську за ворот и повёл в участок. Так хотелось ему навалять, но Пасха всё-таки. – А скажи, уважаемый, какой сегодня день? – спросил Гораська. – Христос уже воскрес? – Воскрес. Баргамот отпустил Гораську, и тот упал. А потом вдруг начал жалобно плакать. – Ты чего? – спросил Баргамот. – Яичко разбил. Я же похристосоваться с тобой хотел, а ты меня в участок. Баргамот увидел разбитое сырое яйцо. Блин. Он сел рядом с беднягой. Ему так неудобно стало. – Пойдём ко мне домой, поедим. – Чё, серьёзно? Гораська был очень удивлён. – Пойдём. И они пошли вместе. Только теперь не в участок, а к Баргамоту домой. Жена Марья удивилась, но спорить не стала. Гораська сел за чистый стол. И так ему неловко стало за свой вид. Он даже нормально не мог есть щи, проливал постоянно. – Как вас по отчеству? – спросила Марья. – Андреич, Герасим Андреич, – сказал он и заплакал. – Меня никто с самого рождения по отчеству не называл. Всё нормально, ешьте. Вот такой рассказ, друзья. Вот этот рождения по себе позволю Others из�� ... и торги за то, что мы не можем